ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Генералы СКР из дома. Также задержаны генералы СК из дома. И также задержаны еще двое сотрудников следственных органов. Силовиков подозревают в противоправной деятельности на территории республики. Им планируют в ближайшее время предъявить объявление. Но это естественно. Задержали, значит должны предъявить объявление, иначе должны отпустить их на свободу. Басманный суд столицы решал вопрос о продлении ареста отстраненному от должности сенатору Рауфа Рашукову, двум его подельникам и его отцу Раулю Рашукову. Напомню, Рауфа Рашукова обвиняют по трем статьям. Участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. В республиканских управлениях МВД и СК задержания пока не комментируют. Я думаю, они шокированы. Они там сидят теперь, и каждый подчищает, наверное, свои хвосты, делают неправильное движение, потому что теперь за ними, за всеми следят, куда и что они, куда, где прячут денежки свои, как буратины, зарывают в поле. Наверное, так. Во всяком случае, они уже все под колпаком. Приходится бояться. Судья Рашуков-младший вел себя, как всегда, непринужденно, по традиции улыбался и даже заявил журналистам, что скоро им все станет известно. Бетуганов был следователем по делу об убийствах зампреда движения АДГ Хосе Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаева Черкесии Фраля Шепсухова. В итоге он останется под стражей. Решение о продлении ареста было принято и для его отца Рауля, которого подозревают в создании преступного сообщества с целью хищения газа. Арашукова, как вы знаете, подозревают в причастности к этим преступлениям. Полицейский и парламентарий дружили. Также приятельские отношения связывали Арашукова с Булатовым, о ведении которого находились дела об убийствах Жукова и Шепсухова. Силовиков допрашивали в Следственном комитете. После задержания сенатора Булатов подал рапорт об отстранении его от должности. В отношении него началась служебная проверка. О близкой дружбе Арашукова с высокопоставленными силовиками республики рассказали родственники погибших. По их словам, благодаря этой дружбе сенатор многие годы избегал привлечения к уголовной ответственности за причастность к убийствам. Булатов и Арашуков вместе ходили в рестораны. Генерал был на празднование дня рождения сенатора наряду с другими именитыми гостями. 2 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаева-Черкесии республики Александра Терещенко после масштабной проверки в силовых структурах республики. Уволенный прокурор был приближенным Арашукова. Как вредно дружить с такими людьми, вы видите. Но 5 лет, 6, 10 лет все было замечательно. Бабки, что называется, ковали в жарком месте. А теперь все. А теперь придется отдать все бабки. Ну, я думаю, конечно, все им не придется отдавать. Наверняка где-то что-то у кого-то припрятано за границей, что переписано на детей. То есть семьи не останутся бедными, как вы понимаете. Однако же пощипают их прилично. Напомню, что сенатор Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседания Совета Федерации. Помимо убийств ему вменяется участие в организованном преступном сообществе отца, советника главы компании «Газпром Межрегион ГАЗ». Это да. А Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходит еще 8 человек. Вот придется, конечно, денежками-то поделиться. Не делились, не тем давали. Пришли новые к власти, они захотели иметь все то же самое. Сейчас все 30 миллиардов придется отдать. Нет, вы, конечно, не думайте, друзья, что где-то наступит царство справедливости. Нет. Какое там царство справедливости, вы же понимаете, да? Что никто не отдаст власть из своих рук. Ее можно только вот так, выбивая стульчик, друг из-под друга забирать. Что и сделано в Кремле. В течение последнего времени шла такая ожесточенная борьба. Выбили стульчик из-под старых, пришли новые. Но новые-то пришли. Они, конечно, все богаты. Но они не настолько богаты. Они хотят обогатиться еще больше. Поэтому и сажают, поэтому и забирают. И Арашука будет не единственный, не последний. Он один из первых. Ну, собственно говоря, первые уже прошли. Но он, однако же, такой жирный карась, из которого решили, в общем-то, да, все у него забрать. И так отстраненный сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей. Но это не такая большая сумма, если учитывать вообще как бы состояние Арашукова. Поэтому он знает, да, что где-то там уже 65 миллионов рублей его враги истратили на то, чтобы его посадили. Но, однако же, как сейчас известно, что Басманный суд Москвы решил продлить арест Арашукову, Рауфу Арашукову. Но еще есть папа. В общем-то, идет передел. Передел такого мера, который бизнес и криминал связаны вместе. А бизнес, собственно говоря, который повязан через прокуратуру, суды, МВД, СК. Все повязаны. Для чего такие органы, скажите, во власти избираются? Вообще, для чего нам такие органы? Если они и есть самые первые воры в законе. Ну, такие да они. Посмотрите, куда ни глянь, то там генерал СК, то там генерал МВД. Это же не единичный случай. Это уже закон. Это круговая порука. Поэтому вы должны понимать, зачем нам такие надстройки, надгробия над нашим трудовым народом. Народу нужно хотя бы просто, его и так народу осталось очень мало, хотя бы просто вздохнуть грудью и еще пожить чуть-чуть. А эти упыри, они буквально высасывают всю кровь из народа. Да, народ-то уже в гробу лежит, только он еще этого не понимает. Уже доски забивают, а народ еще этого не понимает. Но так вот народ обделили умом, потому что прошло мутирование народной массы и активное смешивание с приматами, а приматы они недалекого ума. Хотя наверху ведь тоже приматы находятся. Вы что думаете, наверху белая косточка? Да нет, белой косточки тоже нет наверху. Но был Путин, которого сейчас нет. Он считается белой косточкой. Кое-кто из правительства тоже у нас якобы от белой косточки. Но это нужно разбираться, насколько они настоящие дети той самой белой косточки. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Буду рассказывать вам много интересных вещей. А вы стараетесь мне помочь все-таки моему каналу. Ведь тяжело в наше время. Ведь так сложились обстоятельства, что работа наша заключается сейчас только в этом. Таких крупных специалистов, как я. Куда деться? Посмотрите, все крупняки, наши специалисты, аналитики, все в Ютюбе. Потому что страна не платит никому. И заработать в нашей стране нельзя. И мне так же. Так что моя просьба теперь адресована только к вам, друзья. Самые небольшие суммы. Вы что думаете, миллионы нужно вкладываться? Нет. А сто рублей, я думаю, у каждого найдется положить на счет мне. Который указан внизу под моим роликом. Карты указаны. Да не оскудеет ваша рука. И пусть щедрость вознаградится ваша. КОНЕЦ КОНЕЦ